А в Гомеле впервые проведут фестиваль шансона. Одна недомамаша, по-другому назвать не могу, заставляла своих детей сниматься в порно. А еще в Беларуси взломали популярный портал недвижимости. В сеть утекли данные почти миллиона пользователей. Меня зовут Алексей Шкуров, сегодня 21 мая. Я расскажу о главных событиях Гомеля, страны и мира. Поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, для нас это важно и приятного просмотра. Такое мы любим, такое мы слушаем. А в Гомеле впервые проведут фестиваль шансона. А вы, кстати, тоже можете принять участие. Фестиваль пройдет в рамках празднования Дня города, сообщает телеграм-канал Владимира Привалова. Вы можете принять участие, но для этого нужно кое-что сделать. Во-первых, прислать видео с исполнением любимой песни в стиле шансон на электронную почту, которую вы прямо сейчас видите на своих экранах. Те, кого выберут, получат возможность подняться на одну сцену со звездами эстрады, говорится в сообщении. Что это будут за звезды, пока не ясно. И второе я процитирую. Песни должны соответствовать жанру шансона общепринятым нравственным и эстетическим нормам поведения на сцене, возрасту имиджу участника, подчеркнули организаторы. У меня пока нет своих детей, но я в принципе не понимаю, как до такого можно дойти. Гомельчанка заставляла своих детей сниматься в порно-роликах, которые потом она отправляла иностранцам. Весь этот кошмар продолжался, внимание, пять лет. За это время недомамаша заработала 47 тысяч рублей, пишут гомельские ведомости. Клиентская ваза у нее была обширная. Ролики с участием детей получали 300 человек. Вовлекла в страшное дело своих детей недомать после того, как узнала, что ролики с детьми оплачиваются втрое дороже. Видео она начала снимать в 2018, а клиентов искала на сайтах знакомств. Отец не знал о том, чем занимается его жена. Дети же боялись обо всем рассказать. Женщина попросту их запугала. А еще то и дело грозило, что заберет гаджеты, карманы и деньги, не пустит гулять. За какую-либо провинность женщина могла не разговаривать с ними по несколько дней. Сейчас гомельчанка ждет суда, который, надеюсь, будет справедливым. Уж извините, но еще немного криминала. Я не мог обойти стороной эту тему, поскольку такие повороты сюжета не снились даже Шекспиру. В июле прошлого года гомельчанка организовала посиделки на природе, куда пригласила сына и его девушку, пишет Белка. Все проходило хорошо, вплоть до момента, когда компания вернулась домой. Там по каким-то причинам девушка и мама разругались до такой степени, что приехала милиция. Тут-то и начинается самое интересное. Женщина рассказала милиционерам, что ее сын несколько раз ударил ее, душил, угрожал убийством. Чтобы милиция поверила, показала свежий кровоподтек, который, как выяснилось, она получила, когда ляснулась о мебель. Милиционеры, конечно, все выслушали, записали и, как полагается, предупредили, что за ложный донос ее по голове точно не погладят. Не помогло. Следователю она рассказала то же самое. Весь этот цирк прекратился только во время очной ставки с сыном. Тогда женщина призналась, что все придумала ради того, чтобы рассорить сына с его девушкой. Финал истории. Маме дали полтора года домашней химии. Кстати говоря, с сыном она уже помирилась. Насчет девушки не знаю. Одна заставляет в порно сниматься, вторая оговаривает. День матери какой-то. А как вы спасаетесь от нашествия мошкары? Гомельчанин решил действовать радикально и применил все подручные средства. О том, как докучают мошкара гомельчанам, не нам вам рассказывать. Кто-то старается носить закрытую одежду, кто-то пользуется репеллентами, кто-то прибегает к народным способам. Ну а свой способ борьбы с этими кровожадными насекомыми продемонстрировал гомельчанин. Ролик с молодым человеком сильные новости нашли на просторах ТикТока. Парня зовут Дмитрий. Он полностью обмотался мусорными пакетами и в таком виде прошел по улицам города. Но в такой экипировке гомельчане нашли изъян. Лицо и руки не закрыты, поэтому непременно будут искусаны. Считают многие. К новостям страны. Популярный портал недвижимости Realtby взломали. В сеть утекли данные почти миллиона пользователей. Об утечке сообщил Центр персональных данных. Им пришло уведомление о нарушении системы защиты персональных данных ООО Realtby, портала жилой и коммерческой недвижимости в Беларуси. В открытый доступ утекли данные примерно 900 тысяч пользователей. Специалисты Центра рекомендуют сменить логины и пароли от аккаунта всем, кто зарегистрирован на Realtby, Quartirantby и MLS Realtby, а также мобильном приложении Realt и других сервисах и электронных ресурсах, принадлежащих оператору. Сейчас проводится проверка. Ни дня без какого-то подорожания. Для белорусов может вырасти стоимость шенгенской визы. Такое решение приняла Европейская комиссия. Об этом сообщает МИД Словении. Известно, что уже с июня 2024 стоимость документа вырастет на 12% для всех стран. Например, новый сбор за выдачу шенгенской визы составит 90 евро для всех заявителей, которые обращаются в посольство этой страны. За получение документа для детей в возрасте от 6 до 12 лет плата составит 45 евро. А вот за ребят младшего возраста она не потребуется. Увеличенную сумму придется платить за выдачу шенгенской визы для краткосрочного пребывания или так называемой визы типа С. Это значит, что в стране можно будет находиться не более 90 суток в один 180-дневный период. Ох, не хотел бы я оказаться на борту. Самолет Лондон-Сингапур попал в зону сильнейшей турбулентности. Людей выкидывало из кресел, 30 человек пострадали, а еще один погиб. Вот так печально завершился полет лайнера авиалинии Сингапура. Борт попал в зону сильной турбулентности над Андаманским морем. Пилоты были вынуждены посадить самолет в Бангкоке. На борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экибажа. Из-за сильной тряски людей буквально выкидывало из кресел и швыряло по всему самолету. Один пассажир, к сожалению, погиб. Пострадали 30 человек. Продолжение следует...